Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесии. Прошло 11 лет сообразования силового ведомства. Их зона ответственности – это самые сложные, опасные, резонансные преступления и восстановление справедливости. С руководителем Следственного управления Следственного комитета Бакарачаево-Черкесии встретился наш корреспондент Харча Биджиев. Здравствуйте, Николай Вячеславович. Здравствуйте. У нас есть к вам несколько вопросов касаемо вашей работы. На ваш взгляд, был ли успешен прошедший год для Следственного комитета? Каковы итоги? 2021 год, как, впрочем, в предыдущие годы, был достаточно сложным и напряженным для Следственного управления. Был принят ряд определенных кадровых решений, проведены организационно-штатные мероприятия. Вместе с тем, все эти меры, кадровые, организационные, контрольные, позволили Следственному управлению добиться положительных результатов в работе. Об этом свидетельствует рейтинг основных показателей следственной работы, по которым учитывается работа Следственных управлений по стране, в соответствии с которым мы находимся в десятке лучше. В этом рейтинге учитывается целый ряд показателей работы, это эффективность расследования, соблюдение законности при расследовании уголовных дел и проведение процессуальных проверок. И достаточно объективно отражает работу Следственного подразделения в целом и каждого сотрудника. К преступлениям, которые подследственны следователям Следственного комитета, уголовно-процессуальным кодексом отнесены особо тяжкие и тяжкие преступления против личности, против половой неприкосновенности, коррупционные преступления, преступления против государственной власти, порядка управления. Сейчас зимний туризм в разгаре. В прошлом году Следственным комитетом было завершено уголовное дело. Расскажите об этом поподробнее. Все мы помним трагические события, которые произошли год назад в поселке Дамбай, когда в результате неправильных действий командира военизированного противолавинного отряда, который осуществлял принудительный спуск лавины, лавина сошла не в том направлении, в котором должна была зайти. И уже проведенным расследованием установлено, что к этому леднику вне намеченных маршрутов, разрешенных к использованию, привел местный житель, который в инициативном порядке оказывал услуги туристического характера, не будучи обученным, специально подготовленным для оказания таких услуг и не имея на то специального разрешения. Уголовное дело оперативно расследовано и также направлено в суд. Обеспечение безопасности граждан, в том числе туристов, которые приезжают к нам в республику, это одна из приоритетных задач Средственного комитета. Стараемся во взаимодействии с иными органами, органами государственной власти, прокуратурой, МЧС, МВД, всю необходимую работу проводить для того, чтобы этот отдых людей был безопасен. В результате причинен ущерб инфраструктуре и погиб, к сожалению, один человек. При расследовании этого уголовного дела проведен ряд сложных экспертиз, баллистических, судебно-медицинских, допрошено более 100 свидетелей, 10 осмотров, место происшествия проведено в сложных условиях, с использованием высокотехнологичной криминистической техники. И год, по сути, расследования данного уголовного дела позволил собрать достаточные доказательства для того, чтобы направить уголовное дело в суд в отношении должностного лица по факту и надлежащего оказания услуг, повлекшим под неосторожности смерть человека. Кроме того, в этом году в территории Республики произошел еще один трагичный случай. Это обрушение части ледника, в результате которого погибло две женщины, которые приехали с туристической целью в Крачево-Черкесию. Какие резонансные уголовные дела были окончены Следственным комитетом в прошлом и позапрошлым годах? Уголовное дело об убийстве двух малолетних детей, которое было совершено жителем аула Беслиней в июне 2020 года. Тогда пропали двое детей, брат и сестра. На их поиске были брошены огромные силы сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, МЧС. И спустя два дня тела этих детей были найдены в протоке реки Большой Беслиней. Как установлено следствие, обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, а потом ее и ее младшего брата, который стал невольным свидетелем преступлений, убил с целью закрытия следов другого преступления. Для того, чтобы найти этого человека, была проделана гигантская работа. Отработано более тысячи местных жителей и жителей соседних регионов. Веществом доказательством можно было установить генотип преступника. И, в конце концов, почти через год тяжелой, кропотливой работы, лицо, которое совершило преступление, было установлено. На что нацелен Следственный комитет? Каковы планы? Основными задачами Следственного управления на этот год, как и прочее, всегда является быстрое и качественное расследование уголовных дел, несенных к нашей последственности, защитой прав человека и гражданина на стадии предварительного следствия в сфере уголовного судопроизводства. К числу приоритетных задач относится борьба с коррупцией, с экономической преступностью, защита прав социально незащищенных категорий граждан. Перед сотрудниками Следственного управления, руководством Следственного комитета, им поставлены конкретные задачи. Я считаю, что они могут и должны быть выполнены. И в завершении, в честь годовщины, хотелось бы услышать от вас поздравления. Хотелось бы поздравить сотрудников Следственного управления, членов их семей, конечно, ветеранов следствия, и с наступившим Новым годом, и с нашим профессиональным праздником, пожелать им успешной, благотворной работы, мира, благополучия. Сейчас о погоде на выходные, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» На базе визит Центра Тибердинского национального парка прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Средневековая археология и этническая история Северного Кавказа, контактные зоны и торговые пути», посвященная столетию известного археолога, кавказоведа профессора Евгении Алексеевой. В научном форуме приняли участие археологи, историки, этнографы из регионов России и ближнего зарубежья. Подробности о работе конференции расскажет Альхан Лепшоков. Она внесла весомый вклад в изучение истории народов Карачаева Черкесии. Данная научная конференция – это возможность вспомнить о деятельности ученого-археолога Евгении Алексеевой, которая всю свою жизнь посвятила археологии. Такие форумы позволяют ученым поделиться своими научными изысканиями, а студентам получить полезные знания по истории народов республики. Сейчас здесь присутствуют известные исследователи, и в то же время здесь присутствует молодежь, и первого курса, второго курса, третьего курса, которые в данном случае увидят в лице присутствующих здесь известных исследователей тот пример, который их воодушевит, я надеюсь, очень воодушевит на то, чтобы посвятить себя археологии, истории не только Северного Кавказа, но всей России и всемирной истории и археологии. Трудовой путь археолога-кавказоведа Евгении Алексеевой был отмечен орденом «Знак почета». На Всероссийской научной конференции принимают участие ученики и последователи Евгении Павловны. Они высказывали слова благодарности организаторам и отмечали ее труды по изучению истории и развитию археологии Северного Кавказа. Выступают и участвуют в конференции много сегодняшних таких авторитетных ученых, как из Карачао-Черкесии, так и из соседних республик Северного Кавказа и центральных городов. И все это посвящено имени этой замечательной исследовательницы нашего региона. Я сегодня использовал в презентации книги из своей библиотеки Евгении Павловны. Если вы обратили внимание, то обложки все достаточно затерты только потому, что они фактически являются настольными для меня лично и также для многих других моих коллег. В конференции приняли участие ученые-археологи, историки и этнографы из регионов России и ближнего зарубежья. В своих научных докладах участники научного форума обсуждали проблемы средневековой истории, этнографии, фольклора и культуры народов Карачао-Черкесии. Должны помнить. Я бы даже предложила, чтобы произведения Евгении Павловны были переизданы, потому что они являются библиографической редкостью, и студенты, конечно, должны знать. И, кроме того, очень интересно узнать об ученом, исследователе из самых разных уст, из самых разных территорий. Без обращения к археологическим данным этого периода невозможно понять историю взаимоотношений народов Северного Кавказа, древних племен и раннесредневековых образований на территории Северного Кавказа. Этот ученый внес большой вклад в археологию и этническую историю Карачао-Черкесии и народов Северного Кавказа. В завершении конференции все участники отметили важность издания сборника работы Евгения Алексеевой, а также тесного сотрудничества между КЧГУ и региональными структурами по охране памятников Карачао-Черкесии, организации на базе археологического музея университета обсуждения участников археологических экспедиций. Олег Ханепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачао-Черкесия, Тиберда. А завтра отмечается Международный день снега. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу в этот день должны проходить снежные фестивали, во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Как задумывает организатор, этот день даст всем возможность насводиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнования, но и как развлечение. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!